Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия, студия Карчабиджиев. В Черкесске прошло заседание Городской Думы. Депутатам предстояло выбрать своего представителя главу региональной столицы. После прошедших первой половины сентября выборов в законодательный орган власти муниципального образования Черкеска закончились полномочия и прежнего руководства депутатским корпусом. На втором заседании народным избранникам предстояло определиться с кандидатурой нового главы столицы Карачаевой Черкесии. По итогам голосования председателем Думы шестого созыва единогласно избран Галерий Дедук, до последнего времени являвшийся директором городского зеленстроя. Благодарю вас за оказанное мне доверие. Обязательно приложу все усилия, чтобы оправдать его. Прежде всего, отмечу, что вступив на такую ответственную должность, все свои силы и знания направлены на заботу о благополучии граждан, дальнейшее развитие благоустройства родного города. Витаминами на зиму республика обеспечена. Отечественный агромпромышленный комплекс республики за последние годы добился значительных результатов импортозамещений. В Карачаевой Черкесии успешно развиваются фруктовые сады интенсивного типа. Для этого есть все условия, а самое главное – желание. У садоводов республики сейчас горячая пора. Какое настроение у аграриев в садах Карачаевой Черкесии и на каком этапе сбор урожая узнавала Альбина Ламкова. Надо бережно относиться, аккуратно ложить бедра, чтобы не было пожимов, чтобы не были убитыми, аккуратные, красивые, одинаковые должны быть все. Второй, первый сорт. Осень – пора сбора урожая и подведения итогов приложенных усилий садоводам в течение всего года. Длительность хранения яблок зависит от того, насколько правильно сорвать плод. Это нужно делать аккуратно и обязательно, оставив плодоножку. Это главное условие. В эти дни в садах Карачаевой Черкесии жарко. Аграрии трудятся на площади 207 гектаров. На одной территории уже собрали урожай, а на другой только предстоит. Идет сбор не только яблок, но и груш. Самые главные в саду – труженики. Они довольны и оплатой, и условиями труда. В слоте нормально. Одно удовольствие, можно сказать. Усер есть как-то. Работа чуть-чуть. Чем-то заняться. Яблоки вкусные? Отличные. Вот этот сорт именно вкусный. В интенсивном саду уход за сладковитаминным сегментом должен быть своевременным и постоянным. Трудятся аграрии круглый год. Ухаживают за деревьями, подвязывают их и выполняют другие хозяйственные работы. Сейчас в саду заключительная и решающая плановая операция по выращиванию фруктов. Сам процесс сбора урожая – это пиковая точка ответственности. Потому что сейчас, как я и говорю, были подготовительные работы, а сейчас мы уже выдаем результат. Поэтому мы еще в процессе сбора. Рано говорить и говорить «хоп, пока не перепрыгнул». Сейчас мы завершим этот процесс и будем подбивать результаты уже, смотреть. Всячески, должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают. И это радует. На данном этапе яблоки складывают в пластиковые контейнеры. Затем их привезут в хранилище, где в зависимости от качества и размера им присвоят сорт. Альбина Ламкова, Лебостанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыхабльский район. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Черкесске высадили дюжину редких деревьев. Участники кругосветной экспедиции на отечественном автомобиле привезли в столицу Карачаево-Черкесии саженцы-сыквои. Количество появившихся в парке «Зеленый остров деревьев» равно числу муниципалитетов нашей республики. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. В парке «Зеленый остров региональной столицы» на днях появились несколько новых обитателей. Пока далеко не каждый посетитель городского оазиса разглядит в этих маленьких росточках деревья, которые впоследствии достигнут высоту около сотни метров. Прежде чем оказаться в земле Карачаево-Черкесии, эти саженцы объездили, наверное, десятки городов вместе с организаторами многокилометрового автопробега на отечественном оазике. 12 сентября с города Москвы стартовала экспедиция круглосветная, которую они проводят уже второй раз. Они заехали к нам, посадили здесь 12 деревьев. На сегодняшний день по их виду видно, что деревья принялись. Мы их облагородили сеткой. Значит, дерево достигает до 100 метров высоту обхватом 24 метра. Количество высаженных саженцев соответствует числу муниципалитетов Карачаево-Черкесии. Такие же ростки секвои в ближайшее время появятся в Пятигорске, Нальчике, Магасе, Грозном, Махачкале и ряде других городов Северного Кавказа. Погодные условия и все условия содержания деревьев, они подходят по нашему климату. Будем за ними ухаживать, следить. Что касается самого парка «Зелёный остров», где высажена дюжина редких деревьев, в скором времени планируется дальнейшее его благоустройство. Черкесск участвует в дополнительном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях. Территория Малого пруда, а также пешеходная зона вокруг Большого пруда давно нуждались в преображении. Здесь есть где разгуляться воображению и задумкам дизайнеров. Главное, чтобы все идеи пошли во благо и помогли создать в региональной столице ещё одно место, куда людям хотелось бы приходить целыми семьями и находиться здесь подолгу. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Карачаевская секция Союза писателей России пополнилась семью авторами, пишущих на родном языке. В республиканской общественной организации «Карача-Ланг Халк» виновниками торжества вручили членские билеты и почётные грамоты. В ходе собрания представители организации высоко оценили творчество писателей. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открывая мероприятие, руководитель общественной организации «Карача-Ланг Халк» Руслан Хабов отметил, что сегодня особенно важно поддерживать наших писателей, так как именно они являются хранителями литературного языка. В свою очередь, народный поэт Карачаева Черкесии Дина Мамчуева сказала, что все те, кто сегодня стали членами Союза писателей России, внесут огромный вклад в развитие карачаевской литературы. «Безусловно, это вдохновит их на создание новых произведений. Вместе с тем обогатит многонациональный фонд, литературный фонд народов Карачаева Черкесии. Все эти люди известные в нашей республике, и у них большой творческий потенциал». Семь авторов стали членами Союза писателей России, тем самым пополнив ряды секций карачаевской литературы. Одной из первых членский билет и почетную грамоту получила руководитель карачаевской редакции радио ГТРК Карачаева Черкесия Салима Каркмазова. В свою очередь, заместитель министра по делам национальности, массовым коммуникациям в печати, автор нескольких книг Ислам Хубиев, подчеркнул важность проведения таких мероприятий. «Конечно, сегодняшнее мероприятие, оно значимо для нашей республики. Семь человек вошли в состав Союза писателей России. Это для малочисленного карачаевского народа очень значимо. Сегодня собралась секция Союза писателей России, карачаевская секция. И это еще раз подтверждает, что люди пишут, есть у нас известный писатель, но по каким-то причинам они не входили в Союз писателей России. Сегодня свершилось, среди них есть и молодые ребята, начинающие писать». Автор десяти книг на русском языке, врач по профессии Михаил Узденов уже на пенсии, активно занимается творчеством. Теперь же со вступлением в члены Союза писателей России он еще больше посвятит свою жизнь литературе. «Я думаю, что это меня, наоборот, теперь обязывает писать лучше и больше. Я и так стараюсь писать это самое. Для меня ночь, день не бывает практически. Мне все равно, где происходит это, дома происходит, на речке, люблю очень речку, в лесу, я везде пишу, со мной всегда тетрадки мои. То есть это меня обязывает, вот это удостоверение, этот билет, меня как-то обязывает писать лучше». В завершении мероприятия все собравшиеся поздравили новых членов Союза писателей России и пожелали дальнейших творческих успехов. Аль-Халип Шоков, Ахмад Чочаев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. 75-летний юбилей отметил заслуженный художник Карачаева, Черкесия Юрий Карасов. Выставка персональных работ юбиляра прошла в детской художественной школе черкесской, которую он возглавляет. Юрия Карасова поздравили коллеги и друзья. Подробности у Али Баташева. «Исчезли сомнения напрасные. Секрет мне открылся большой. Художник, он пишет не красками, художники пишут душой». Тема Ногайского эпоса и культуры центральная в творчестве художника Юрия Карасова. Свои произведения он создает как в миниатюре, так и в монументальных формах. В арсенале художника различные виды изобразительного и декоративно-прикладного искусств. Станковая живопись и графика, афорт, мозаика, резьба по дереву. Все зависит от поставленных задач и желания самого автора. Летом я графикой в основном занимаюсь, а зимой перехожу на живопись. Вот такие вот этапы. Потом, может быть, еще что-то какое-то. Прочитал свежее, что-то новое узнал по национальной тематике. А быстренько пока еще память несу, сделаю. Вот такая судьба художника. На творчество художника особенно влияет место, где он родился, считает дочь Юрия Карасова, искусствовед Фатима Конокова. Родной Ау и Конхал. Именно там, в его воображении, возникли незримые образы несущихся всадников, где теплые руки бабушки Керуан обнимали его, где он слышал рассказы дедушек. И вот эти все образы впоследствии стали образами его картин. На экспозиции представлена работа разных лет, характеризующая различные грани творчества. Это и удивительные пейзажи, осень в горах, у подножия, серия живописных и графических произведений Нагай-Л и другие работы. Своё творчество художник успешно совмещает с преподавательской и общественной деятельностью. Так Юрий Карасов – председатель общественного движения «Берлик» и Нагайской культурной автономии «Черкеска», а с 1990 года – директор художественной школы «Черкеска». Поблагодарить его за добросовестный труд, за его талант, за умение, за терпение, за ту доброту и ту искренность, которую он дарит не только своему педагогическому коллективу, но и детям. Свой юбилей Юрий Карасов встретил в прекрасном настроении. Только за этот год художник провел 12 персональных выставок, включая города Сочи и Париж. Есть творческие планы и силы для их исполнения. Главное – не останавливаться на достигнутом, а продолжать творить и делиться своим опытом с подрастающим поколением, считает художник. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести, Крачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова